ну в общем сейчас шьется видео которое первая часть пока вот сейчас идет но сегодня уже без особого мнения ну все сразу я думаю заметили что здесь нужно первонаперво на чем поработать это прежде чем приучать собаку к поводку и выходить нас поводку да мы должны первое что самое главное должна собака знать это собака знает должна команду ко мне потому что все вы обратили внимание думаю дениса при прекрасно понимает свою скажем так недоработку в том что команда камней здесь у него прозвучал там раз 7 или 8 я уж не считал честно говоря он ко мне ко мне ко мне ко мне ко мне ко мне любая команда должна звучать там не больше там двух раз то есть на третий раз уже нужно принимать какие-то меры но это в случае со служебной собакой да и вот запомните друзья мои что команда ко мне это команда которая это самая лучшая самая вкусная команда это самая добрая самая хорошая команда которая только может быть на земле для собаки то есть когда звучит эта команда собака должна ну просто с такой радостью бежать своему владельцу своему хозяину своему вожаку стаи что даже ни о чем не задумываться она должна отбросить все свои вот потребности которые у нее существуют на данный момент там будь то охота будь то хотя это основной инстинкт для лайки собственно говоря но собака должна быть заинтересована в этой команде то есть вы должны собаку всегда должны под контролем держать да ну и соответственно вот это вот команда за которую никогда в жизни нельзя наказывать то есть если собака положим не выполнилась команду ко мне по той или иной причине но отвлеклась там у нее потребность другая какая-то появилась или еще что-то вы должны промотивировать ее таким способом как возвращение но ни в коем случае не должны ее наказывать то есть если хоть раз собака будет там бита за то что она не выполнила эту команду да тут считайте все вы потеряли собаку в этом плане вам очень долго придется восстанавливается к себе доверие поэтому друзья мои вот смотрите я сейчас пару хитрости вам расскажу да вот как вот сделать так что собака к вам не подходит то есть вы позвали она вы знаете мотивацию своей собаки очень хорошо то есть либо она у вас является виталий то есть это пищевиком она является либо она отвлекается у вас там она очень любит игрушки да какие-то и когда вы приступаете к занятиям вы должны знать уже потребности вашей собаки то есть команда ко мне видео у меня есть я снимал эту тему но сейчас двух словах вот так просто поговорим на по этому поводу то есть вы ходите собака она должна быть голодная либо как минимум два-три часа после того как она покушала да в качестве лакомства вот денис ты задавал мне этот вопрос я на него отвечаю то есть в лакомство должны входить те тот корм который собака повседневной еде не получает то есть она должна быть заинтересована в этом в нем гораздо больше то есть и вообще когда вы уходите на занятие знаете что у вас собака как бы она мотивирована на на еду то есть является пищевиком используйте то лакомство которое на повседневной еде не получает ну это может быть колбаса это может быть сыр собаки очень сильно любят да то есть это мясо вареное сырое мясо может быть все 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 что угодно в зависимости от индивидуальных предпочтений вашего животного то есть смотрите вы звучит команда ко мне жестикуляция рукой там вашем случае вы можете использовать какой-то ультразвуковой свисток например да то есть на охоту ходят в основном когда есть такие свисточки ультразвуковые то есть это вы когда свистите в него человеческое ухо не слышит его но ультразвук распространяется очень хорошо очень далеко и собаки слышат его то есть в зоомагазинах продаются охотники часто используют которые знают охотники такие более-менее продвинутые ну либо просто обыкновенный свисток в общем смотрите звуковая команда либо свисток какой-то жестикуляции руках рукой если в поле зрения находится вы находите в поле зрения собаки собака к вам подбежала вы ее покормили похвалили если собака к вам не подбежала что делать в данной ситуации то есть вы можете чем привлечь внимание можете присесть на корточки до когда вы присядете собака заинтересуется что же вы такое сделали и собака начнет побежит к вам поинтересоваться что же вы там делаете очень часто работает этот способ поэтому пользуйтесь этим способом второй способ вы можете развернуться и начать убегать от собаки то есть я же вот опять же делаю сейчас ссылку на свое видео там у меня есть видео как нужно как правильно играть собакой как неправильно играть собакой если вы уже заранее то есть до этого играли правильно собакой то есть вы не догоняли во время игры собаку, да, собака именно догоняла вас, преследовала, то здесь сработает охотничий рефлекс собаки, то есть она будет вас догонять. То есть вы, звучит команда камней, происходит не исполнение команды камней, на второй раз уже, я повторюсь, то есть 10 раз говорить не надо. Вы тут же начинаете привлекать внимание собаки. Каким образом, я говорю, первый способ этого, присаживайтесь на корточки, собака заинтересовывается в том, что же вы там такое делаете. И второй способ, это вы разворачиваетесь, если вы правильно играли с собакой, то она воспринимает это как игру, начинает вас преследовать, просыпается у нее охотничий рефлекс, собака начинает вас догонять. Когда она вас догнала, вот здесь вот вы даете лакомство, начинаете усиленно хвалить. Вот опять сделаю вам ссылку на передачу, то что нужно эмоционально раскрашивать свои слова. То есть не на одной интонации говорить хорошо, плохо и так далее, а именно с разной интонацией. То есть, например, ай, молодец, ай, хорошо, ай, браво, мой хороший, ай, браво, молодец, умница моя. И тут же одновременно даете под кормочку собаку, гладите ее. То есть, еще раз повторю, что это самая вкусная, самая хорошая команда. То есть, прежде чем мы с вами начнем заниматься приучением к поводку, то выучите вот эту именно команду. На нее у вас идет там несколько дней, а пока вот что вам могу пожелать, Денис, давайте вы пока сделаете так. Вы, как и все, ну ладно, дальше, 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 дальше мы снимем следующее видео, собственно говоря. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok